Та-да-да-дам, высидел я все-таки Монорагу. Урал, Урал и еще раз Урал. Полтора часа до заката и начинается. Гарантирую, это лучший способ сохранить вещи сухими. Так, немного не гостеприимно, но почему я называю ее народной, а не народной. Все сегодня прекрасно в долине. И луна над старухой Иис. В общем, проблема с этим аспреем, что в него ничего не вылазит. Ну, в целом, можно полок даже не открывать, все понятно и так. Восемь часов утра. Ну, вот какие-то есть варианты. Решил маленько еще подождать, а то народно успеет добежать сегодня. Если выйду часов 10-11 спокойно. Там тоже ничего не видно пока. Спасибо этому дому. Идем к другому. Поднимаемся по долине реки Монорага. В сторону галлинародная. Но сперва надо спуститься вниз. Очень аккуратно. Ноги остывшие. А спуск это самая, наверное, травматичная штука. Какая может быть для ног. Высиживал я, высиживал свою красавицу, но так и не высидел. Второй раз уже не далась она мне. Ну, красавицы они такие. Нет, ну вы посмотрите на нее. Она еще издевается. Эй, ты что делаешь? Монорага. Прошел немного и вышло солнце. И я решил подсушить немного вещи. В первую очередь спальничек. Ну и дать еще один шанс в Монораге. Тут озероце у нас. И вид тоже неплохой. А вдруг? Поднимается область. Примерно час уже сижу здесь на склоне. Сушу вещи попутно. И поднимается. Видимо, все-таки откроется Монорага. И тогда придется идти на нее. Я себе обещал. Если покажется она мне, то пойду на машину. Ну, в целом, сегодня по плану как раз запланировано восхождение. Ничего не теряем, если что. Да-да, давай-давай-давай-давай. Ты моя красавица. Та-да-да-дам. Высидел я все-таки Монорагу. Видео придется идти на вершину. давай еще солнышком осветить немного приходится в болото воротить чтобы такой еще ракурс взять на фоне воды ну пойдемте сходим на тропу брат не пойдем сейчас подрежем ее в километре подъемные здесь конечно бродвей натоптаны сейчас вот так вот так вот так на перевальчик и потом вершинку вот такая тропка идет на перевал студенческий если я правильно помню название почти вышли если я правильно понимаю тупор ног вот по центру плато и хребет недоступный а вот это вот диоритовая вершина но могу ошибаться конечно ух ты вроде даже открывается немного красавица для нас вот перевал и сейчас вот так под гребешком и наверх даже неужели нам так везет с вами друзья вот если я правильно понимаю ложная монорага очень хочу не сходить но пока ноги не доходят и руки надеюсь что доберусь надо ли поздно почему ложная надеюсь что смогу показать вам это со склонов народный а если смогу то покажу фотографию всему свое время вот оттуда вы пришли и уже начинаем подниматься под вершину такой большой крупный мой любимый курум рафинадный интересно почему поэтому от рогу не поднимаются на вершину не спускаются кажется попроще ну если я правильно понимаю это уже финальный взлет вершину на башню на первую погнали как хорошо ветра даже нету можно поболтать наверняка вы знаете что мана это передняя лапа медведя араха это по ненецки подобный подобно лапа медведя а вот по комизирянски это будет сизим юра семиголовая вершина почти как семичеловечья на снежном урале все начинает растворяться в облаке потихоньку лезем маркировочки вот тут даже веревочка провешена хвостик я интересно может показаться что это искусственное но это естественное смотрите крестик здесь черточка так залегают в породы вот перелиться конечно здесь такую погоду как все скользко и не лишнее особенно на спуске ну вот вершины манараги но что не упасть нужно свернуть серёвочкой и потом пролезть мы пойдем ко второй по сути останется вот и мы ура ну как всегда здесь у нас помойка натащили табличек всякого мусора такси инта барахло барахольчики вот реперная точка экспедиция спасателей на гору и насрала здесь шахта капитальная тоже но так вот друзья урал урал и еще раз урал ну все пофоткались посмотрели прекрасные виды и погнали дальше все еще под народный успеть надо постараться хорошо залезли чтобы хорошо слезть нужно покушать рис с мясом и полюбоваться видом жалко народный не видно я думаю вот здесь в облаках купается теряется не пошел а на перевал ушел направо вот на этот отрок здесь смотрите какой классный вид на монарагу отсюда открывается прямо и гребешочек приоткрылся ну хорошо по идее нужно было туда вот уйти на тот склон и уже выйти на перевал а я вот сейчас так напрямик просто свалюсь и все по этому склону кажется так быстрее будет офигенный склон прямо кайф у него спускаться все рюкзак снова полный идем дальше постараемся не дойти до перевала каркары стать наверху чтобы было видно и в эту сторону долину и гору народные но тут как-то в 15 я уже достаточно подустал посмотрим как будет сзади опять какое-то чмо догоняют давно долинка не было но пока я идем в сторону синего неба ровненький лисвиничный лесочек кто-то в боковой двери ущелье монарага не выключил свет нам с вами друзья вон туда идти перевал каркар потому что из кара в кар а вот этот перевал зигзаг он тоже идет туда же но он будет длинный а это прям вводит к поднародную пойдем надеюсь поднимусь на него сегодня успею хватит сил будет хорошо на каркаре еще 1,4 но нужно приличненько еще и набрать высоты будет что с моими ногами уже уставшими сегодня будет конечно непросто попоили меня чаем тут в туристическом лагере прямо хорошо вот это кстати друзья народная гора сад надеюсь на меня пойдем вообще если я правильно понимаю то мне не нужно на каркаре идти мне нужно вот так подняться на это плечо и с него уже идти на народную хороший вариант полтора часа до заката и начинается закатная красота местами уже надо поторапливаться подняться на плечо народной мне кажется это хороший вариант попробуем успеть в общем отбой идея меняется наверное куда пойдем завтра сегодня поднимемся на противоположный склон чтобы был вид в долину с монарагой я думаю там перспективнее вид вот отсюда как вам такой видок друзья суровенько кажется круто палочку поставил вид вроде бы хороший пора найти воду и ложиться ждать закат ну закат конечно не будет а вдруг рассвет будет я же не показал вот перевал каркар из каравкар вон там сзади тоже склон народный но я надеюсь мы завтра вот так вот пойдем а пока мы наберем снега и приготовим поздний ужин возможно вы думаете зачем я ставлю палатки в таких неудобных местах ну наверное надо признаться что красивый вид из палатки для меня важнее удобства ну или примерно одно и то же люблю когда вот такой кайф ну и там в целом достаточно удобно если честно просто надо привыкнуть ну давайте покурим карту пока совсем не стемнело что-то все затянуло опять в общем стартовал с противоположного от монораги борта долины перешел в монорагу реку монорага остановился у озера и дождался когда отходит гора и пошел на гору сбегал на гору спустился и дальше вверх по монораге по реке шел 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 и дошел до горы народная сейчас ночую на северном борту кара перевала кар кар все отбой прошел 35 километров ну перспективы в целом есть какие-то надо кушать готовить давай давай распогаживайся вот смотрите как приспособил свой гербомешок спальник в него и можно не бояться мокрой травы про гербомешок взял специально потолще потяжелее но зато уверен что он мне не порвется в течение этих четырех месяцев вообще многие задаются вопросом как сохранить вещи в сухости там придумывают какие-то полиэтиленовые пакеты или rain cover и вот rain cover это вообще по-моему бесполезная совершенно штука маркетинга гербомешок покупаете его по размеру или чуть больше внутреннего отделения рюкзака и все что вам нужно сохранить сухим укладываете в него это очень удобно вытащили мешок бросить в палатку ну и он защищен от ветра от всего и уж гарантирую это лучший способ сохранить вещи сухими давай открывайся открывайся чуть-чуть подожду и пойдем летит мелкий снежочек чуть-чуть ну вроде бы нет повода не выйти спасибо этому дому идем к другому туда летят снежинки в перемешку с ножником наверху вон видно что приборожник ну вот сейчас тан-тан-тан-тан-тан и втвивом туда и еще как это так бы только еще наверно к перевалу подходил бы вниз спускался бы обходил в озеро бублик в общем пока я думаю это все очень выгодно сволочка начал проглядывать и снежочек летит прямо замечательное сочетание зима и солнце и день чудесный кто себя правильно понимает это озеро на верховой долинке это исток Юки Монораги такой водопад шикарный очень красиво последние 100 метров и выйдем на плечо достаточно крутой курум уходит наверх последние 150 метров по длине 50 метров по высоте с одной стороны по нему удобно как по ступенькам идти с другой стороны тут вероятность живых камней резко повышается надо быть аккуратным на таких прямо вертикальных курумах практически да она вон туда ну впереди снежная равнина класс сейчас вот по этому плоскоголью километр и выйдем на официальную подъемную тропу народную сейчас проглядывает солнышко может быть что нибудь увидим а вот подъем он оттуда начинается официальный то есть вот каркар перевал виднеется там озеро публик мы посмотрим на спуске идет здесь тропа уже скоро 700 до нее вот он турчик тропа до вершины примерно 3 километра 500 метров набора а потом вон туда спуск сейчас оставим вещи и наверх вот как-то так немного не гостеприимно но в целом терпимо можно идти наверху наверное ветер еще добавится здесь пока за вернем нормально только снег метет вот такое прекрасное приполярное лето вот люблю эти места тут такие сбросы шикарные жалко плохо видно красота здесь прибавляется к решению честно скажу меня всегда возмущает почему в моем храме устанавливают свои религиозные символы какие-то другие конфессии вот христианские например что за такое наболевательское отношение к моей вере в горы и силу разума и духа но мы добрые люди и толерантные все вот она вершина даже солнышко нас встречает ура ура пойдемте торжественной походкой последние метры на вершине пошли ура ура вот и крыша урала гора народная и и главное высокогорная помойка на урале тоже вот вот полюбуйтесь как тут все завалено мусором даже стегом сегодня возможно сказать но пришли посмотрели отметились и пошли обратно обратно будет сложнее раздувает даже маленько я думаю сегодня откроется попозже но у меня нет времени ждать поэтому идем вниз валим 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 вниз пока не околели тут вот даже долинка проглядывает снежничек хорошо сейчас по снежнику попробую пройти не надо по кругам ноги топтать кайф все снег кончился но начался ветер и даже холоднее чем там прям руки мерзнут сейчас вот в это ущельница свалимся ледниковая здесь вообще все и везде следы леденения вот такая площадка ровная ровная видно что есть ледник раньше шел ну и скоро посмотрели ледник вот сейчас еще вот этим стечечком воспользуемся вон там пошли группы внизу вижу человек сей ведет уже ну может быть им откроется на горах они по позже идут вот так намного быстрее ох толпа идет да не завидую их они еще идут и не знают как нам хорошо наверху подходим к ледничку здесь такой небольшой ледник вот ну кулуар вот так здорово мы шли он же как раз ледником то и был образован и здесь даже есть трещинки небольшие иногда даже веревку прорешивают сейчас посмотрим сейчас проблем не будет мягкий снег ну все свалился съехал на ногах но главное не портить подъемную тропу друзья запомните никогда не спускайтесь по тропе что идет наверх это зашкварно это очень красиво рядышком вот вот выположенное ложе дно долинки вот оно озеро Бублик у него в центре там островок и вон спуск с Каркара то есть если бы шли через Каркар я бы сюда спустился бы обошел бы и только пошел бы сюда наверх а так все жик 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 нормально вообще оооо солнышко сразу стало тепло оооо сваливаемся вниз и идем в сторону турбазы желанная наверное я попробую сегодня там переночевать а может быть и в баньку сходить но посмотрим что будет с местами вообще по ситуации вот смотрите здесь раньше был ледник балбан сам он конечно растаял но кара остался красивый вообще на Урале за последние 50 лет растаяло 25% ледников привет изменения климата глобальные ааа я думаю мы об этом поговорим чуть подробнее попозже когда дойдем до полярного Урала надеюсь у нас будет такая возможность а пока хочу высказать свое мнение про гору Народная уверен многие из вас не понимают почему я называю ее Народной а не Народной но друзья мои исторически эта гора называется Народная Олежкова в 20-м году открыватель этой горы геодезист соотносил ее с народом нашей страны об этом есть отдельная статья в кратком допонимистическом словаре Матвеева можете посмотреть поэтому я считаю что во первых как минимум по отношению к первооткрывателю это справедливо и правильно называть так гору как он ее назвал а во вторых это уважительно по отношению к себе потому что эта гора названа в честь меня вас в честь российского народа поэтому гора народная вот так спустимся и туда в долину реки Балбанью а там даже какой-то отрожек горы начинают открываться вон все ловинки в него о какие молодцы как классно сделали мне нравится ледник Балбан про который мы говорили это кстати гора Карпинского известного геолога российского вторая вершина на Урале хотя может быть и третья есть какой-то момент который надо уточнить прямо рядом с Народной а мы идем вон туда а вон и Народная открылась но как минимум ее плечом непонятно конечно но вершина мне кажется закрыта вот какое-то облако посмотрим снизу залины будет лучше видно что-то как там сзади не перспективно особо давайте сходим вот к этой штоленьке уже сколько раз я у нее ходил раз восемь еще никак не заглянул давайте посмотрим как всегда было интересно что там остатки сквал валяются конус такой вот а вон вверху тоже шпалы торчат ну взорвали взорвали штоленьку вот там на Барково будут если время и силы будут то сходим и вот остатки шпал вагонеточки вагонеточки сбрасывали ну ну а вот и вагонеточка штоленьки было бы странно если куда поехала да тут конечно завтра все хорошо в этой линке да и в других тоже неплохо ух однородные все таки кружит дождь снег не открылся он до сих пор а у нас солнышко вот он красавчик со стадочкой разбился поеденный оводами или чем там так малые балбанты продвигаемся вниз вниз по долине старик из старуха из ну а вот там у нас народная на заднем плане вон оленеводы стоят из года в год на одном и том же месте наверное это одни из первых самых оленеводов на урале в сторону юга в комизыряне из саранпауле старуха из я люблю рассказывать эту историю уже рассказывал но проходя здесь как тебе рассказать еще раз вот примерно 150 лет назад здесь приезжал гофман своей экспедиции первой экспедиции русского фишеского общества и сделали рисунок старухи из и оленеводов примерно на таком же месте очень крутой рисунок посмотрите ничего не меняется прошло полтора века оленеводы так же и стоят вот 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 смотрите отвал это гора Баркова уже я думаю может в лоб подняться вот с ее склона хороший вид на народную мне ее нужно сфотографировать она кстати может уже очистится от облаков устал устал если честно достаточно сильно уже труба за пять километров там не видно народную и вот приподнялся по склону с дороги чтобы хороший вид в долину и вон она в облаке до сих пор попробуем высидеть мне она нужна конечно попробуем в общем ждал я ждал открытия и решил что нужно ставить палатку здесь никаких турбаз пока фотографии не сделано ну как минимум сегодня закат и завтра рассвет надо ждать поэтому вот такой вид ждем закат и рассвет у нас кстати небольшой водопад есть давайте прогуляемся посмотрим пока ну конечно водопадов в этой части Урала на приполярном Урале просто самое большое количество на всем Урале именно здесь это способствует обилие воды и крутые скальные формы рельефа оооо красиво двойная такая струя вот прямо из камня растет на фоне водопада похоже что может что-то и даже и выйдет осталось чуть чуть так давайте курим карту это важный ритуал и информационно важное действие стартовал из кара поднялся на точку 1441 2 оттуда дошел до вершины народной затем спустился по классике к озеру бублик и затем уже вдоль реки балбанью шел вниз подошел под плечо горы барково где сейчас и стою прошел 28 километров всего ждем закат ждем когда откроется народное что он не хочет пока открываться ну подождем утром он что-то открылась конечно но все равно не полностью это рассвет начинается да похоже в легкий минус водичка тоже маленько подмерзла хорошо чтобы все должны передать новый ночь не новый но зимний спальник такой осенний мармот трестерс 15 становится холоднее все сегодня прекрасно в долине и луна над старухой из и видимо рассвет красивые сзади вот нам еще красную такую народную по главе долины но так не бывает не работает спасибо этому дому идем другого ну ладно обойдемся без виды на народную можно посмотреть других у меня фильмах действия не виды в отчетах что кому интерес тот найдет где посмотреть нужно пройти в районе 35 километров до базы садовож счастью все предстоит идти по дороге халява почти видите такая достаточно пересеченная местность склона это все остатки зрения у ледника марены а вот пошла линия дорога идет по прямо по классической древней марине вдоль озера и сейчас нужно решить иду ли я здесь под склоном барковой здесь заболочено ли перехожу на марину но тут надо пройти этот участок обводненный а ноги вроде чуть подсохли не охота мочить час подумаем в общем я подумал решил пройти под баркова вроде бы достаточно сухо может быть не так уж и грязно будет там один брод будет потом чем здесь несколько и в помолении вверх вниз еще но посмотрим скоро я узнаю правы или нет пока что вот так наивный чукотский юноша блин знал ведь что здесь всегда мог вышли достаточно важное место в логистике района это туристическая стоянка докуда доходят вахтовки заброски на озере большой балбанты сюда доезжают на урале а дальше уже пешочком привет красавец как дела ты такой красивый справа гора баркова и выработки кварца именно благодаря этим выработкам разработкам сюда есть дорога и есть база желанная которая вот здесь за перегибочком сейчас я увидим скоро пацана база желанная и вот они выработки штольни горного хрусталя кварцита что интересно температура в этой горе минусовая и поэтому они зарастают в течение несколько лет льдом если зарабатывать а вот на неройке такого нет я спрашиваю ну и вот благодаря вот этому мы имеем такую белоснежную отсыпанную кварцем дорогу вот такая харизматичная вершинка называется геркусей сакральная вершина у коми зарян там они говорят что некоторым туда нельзя подниматься ну а как и ночевал там интересная вершинка красивая орел с красотливым камнем будет моносей тоже сакральная вершина улица и ркусейушка валим по дороге еще 20 километров практически выйдем из высокой части гор и потом зайдем опять приходится делать тоже начинаете сона леса что 16 этап маршрута закончен вот я и пришел на базу нас парка сонавож 10 продукт и здесь надеюсь пару дней отдохнуть восстановить силы 30 км конечно маленько потушатали по дороге без остановки с поищем то есть где здесь у них прям все так грандиозно я уж не думал что так все много здесь строений водичка течет надеюсь банька есть конечно туча так туча в доме и вот мои заброски перед длинный этап самый длинный будем распаковывать ночью газ стоит вот спортмарафона пока еще точно решил но возможно что поменяю рюкзак на более объемный кто-то мне маленько подустал а здесь будет большой вес сейчас посмотрим что куда будет лучше помещаться все получится разместить сапоги верночка кто прислали что ли это до новые кроссовки такие же как у меня сейчас только цвет другой fix ультра показали наиболее живущими себя и спальничек треслер с 15 я думаю что он лучше подойдет для условий при поляре и заполярье проверим делим ну а здесь продукты ну конечно свежие трусы так вечереет уже давайте покурим карту после бани можно во всем забыть сортовал из-под склона горы баркова прошел мимо озера большой балбанты перешел на дорогу и по дороге свалился однообразненько но мимо юргусея к базе ценовож и того получилось 34 с половиной километра все пока отдыхаем ну вот почти все запаковал практически весь основной отдел рюкзака занимают продукты спальник вещи здесь в герме сапоги еще с собой в всяком случае беру в эту часть маршрута да конечно если честно сильно переживаю за подвесную систему поэтому сейчас попробуем следить второй рюкзак вот этот как он получится с таким объемом вещей в общем проблема с этим аспреем что у него ничего не влазит у него херово туча карманов но по карманам очень неудобно распихивать всякие вещи которые должны лежать в герме поэтому видимо придется мне что-то делать усиливать подвеску моего старого доброго рюкзачка да окей в целом конечно более-менее надо понимать что в таком формате я буду идти первые несколько дней только я надеюсь потом все это потом все это перерет внутрь рюкзака но реально боюсь за подвесную систему ну вот что-то там проглядывает но пока здесь очень высокая вершина 1300 метров пока все это облака даже солнышко вышло и сонарис начинает открываться давайте спустимся к балбанью на скалу бегемот и посмотрим оказывается настоящая экологическая тропа к скале бегемот ну пойдемте аншлаги с информацией классно ну вот скала порог на котором все тут рутся переворачиваются ну в целом воды немного думаю здесь я пройду спокойно на этом пороге ну поднялся на скалу тут такое глубокое место им прямо хочется прыгнуть в эту бирюзовую зеленоватую воду но я думаю там будет холодно очень вот сеноис и гора колокол высшие точки хребта росомаха мы еще пока не освободились от плена облаков надеюсь дождемся какая красота, а друзья прямо кайф